Вот у нас недавно был тоже интересный про дебоширов авиационных. Вот я вам расскажу. То есть, то что пьяни же делают свои? Нет, вот я вам и расскажу. Расскажите, расскажите. Значит, было обсуждение, чуть ли не парламентские слушания на эту тему, как обуздать алкогольных дебоширов в самолётах. Не пускать. Что там только не предлагалось. Надо дунуть в трубочку и не пустить. Нет, 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 я говорю, что там только не предлагалось. Единственное, чего там не предложили, это запретить продавать алкоголь в самолёте. Нет, уже запрещено. Где же это запрещено? Я только что вот летел. А, ну, видимо, не на всех рейсах. Не на всех рейсах. Пожалуйста, разрешено. Всюду говорится, запрещено употреблять алкоголь, кроме того, который вам предлагается в торды. Ну, вы просто запретите алкоголь и всё. Тогда можно дунуть в трубочку и человека отстранить от рейса. Слушайте, проще. Ну, проще, проще есть способ. Не надо даже запрещать, хотя это тоже можно. Человека пьяного не пускать в самолёт. Просто пусть дунет трубочку и не пускать. Ну, видите, он же может в самолёте напиться. Нет, а вот там уже, да, вы правы. Там всё запрещено. То есть, в самолёте должен быть сухой закон. Это же повышеннейшая опасность. Ну, конечно, они хотят зарабатывать на этом, понятно. Людям скучно летят 8 часов, вот и пьют. Да, вот я и говорю. То есть, сделайте территорию сухого закона, территорию трезвости, весь транспорт. Зачем в поездах продают сейчас? Это, конечно, полное безобразие. Значит, поездное пьянство – это какой-то ужас. Допустим, если особенно дальние рейсы, это беспросветная пьянка. Да. Чад. Причём помещение закрыто, воздуха никакого нет. Ещё и лилик курят. Всё это вместе. Вот вы человек довольно молодой, а в 85-м году, когда вышло вот это постановление, которое чуть его, так сказать, любой ленивый только ногой не пнул, объявлены были все вокзалы, все массовые скопления, поезда, самолёты, всё было объявлено с территорией трезвости. Я, я в 86-м году двух своих дочек, одной 16 лет, а второй 8 лет, я их без никого отправил на Украину в гости к брату, одних в поезде, потому что я знал, что там порядок будет идеальный, ни одной пьяной рожи не будет, ничего. Это был 86-й год. Я, 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 я.